было вчера я вчера его выбросил потому что вы не съели вы берете из холодильника мороженое потом не кушаете я вчера его в мусорку выбросила ты не доела и остал не доел холодильники не надо брать как всегда клянчит у меня мороженое они поели и после еды я всегда больше после еды дам мороженое допросит сейчас она пришла комикат мама ешь поела можно мне мороженым принципе да можно но вчера они мне вы не доели даже одно мороженое не доели вытащили полизали и выбросили в тарелочке свои а у меня сил не было за ними доедать да и желание но мороженое сейчас уже тоже извините меня каждый раз выбрасывать не 3 рубля стоит не знаю сколько она стоит лир 10 она стоит одно мороженое поэтому сказала что не даю так как они его выбрасывают пушка чуть-чуть соскучится по мороженым что у тебя я разрешила тебе брать мама разрешила я что сказала тебе можно взять ты у меня в комнате спросила я тебе что сказала мама что сказала что не дает мороженое но я же сказала что нельзя мороженое сегодня кушать вам сказала мама то тарелку тоже нельзя потому что вы вчера не доели мороженое вот здесь на столе бросили и ушли куда пошли свои мультики смотреть а потом мороженое что стало растаяло на моему мусорное ведро выбросила где по тете по тете в мусорном баке она давно на улице по тете на на улице в мусорном баке улица где зера на улице мусорные баки видела вот там это положим морозильник я не даю я не разрешаю сегодня мороженое кушать сегодня фрукты будете кушать а мне не нравится непослушные дети которые маму не слушаются мне такие дети вообще не нравятся что бывает с детьми которые маму не слушаются что с ними бывает не знаешь они вырастают очень не хорошими людьми хулиганами вырастают потом когда они большие становятся с ними никто не хочет дружить бэтмен тоже не хочет бэтмен с хулиганами не дружит человек паук тоже не дружишь ты положи его в морозильник пока ты его не испортила я не даю мороженое не разрешаю за и рашки есть но она его не будет открывать и кушать где положи в морозильник она сама положит аслан оставь она сама положит не надо ей помогать она у нас умничка она сама все знает а вот и порисуй сейчас пищать начнет закрой это делали его своими когтями когтями дергает все не кушает она лед она знает что нельзя такие вещи делать а я тебя вижу не переживай все запищал аккуратно закрываем аккуратно аккуратно все молодцы за что ты ее сейчас ударил когда кушать или вам Сперва здесь игра поплакала. Потом осла. Капризы свои показывали мне. Будешь позировать маме? Красиво позировать будешь вот так? Пойдем тогда, если не будешь, пойдем. Догоняй, братика. Ох, в 7 утра встали. Из девички две. Если у них настроения нет, то звездец. Подружка ваша, Геннайя Даньс. Аслан, никто не забирает твои игрушки, баба? Пойдем. Это их подружка с садика. Зайра, как твою подружку зовут? Мороженое вчера не дала, да. Потому что позавчера вы его не доели. Поза-позавчера не доели. Мама, мы кушаем еще мороженое. Вы мороженое не доедаете? Мама его в мусорку все время выбрасывает. Холодиньки еще есть? Конечно, есть. Есть в холодильнике. Мы съем. Ну, посмотрим. Все майонные. Аслан, сперва надо посмотреть, да, сынок? Аслан. Что-то я звук машин слышу на той улице. Ждешь, мамина, солнышка? Умничка, жди. Отвела детей в сад. Знаете, что сделал Аслан? Он сегодня пошел в садик в шляпе. Это я его уговорила. Потому что, ну, как бы она подходила под этот его образ. Шляпу он не хотел. Он хотел, этот, кепку отец. Ну, конечно, кепка туда не подходила. Я его уговорила. Я говорю, ну, одень, пожалуйста. Ну, тебе так красиво. Хорошо. Он надел эту шляпу. Дошел до дверей садика. До калитки садика. Кепку взял с собой. Дошел до калитки садика. И, не заходя в садик, надел кепку. На себя. И все. Я говорю, солнышка, давай шляпу одень. Он, нет, мама. До садика я одел. А теперь я хочу кепку одеть. Вот так вот. Чтобы и меня не расстроить. И сделать, как сам хочет. Короче, сделал вот так. Такой у меня сынуля. Ты ничего не так черт. Так. Сегодня у детей, как бы, официально, последний день занятий в садике. Что это такое? Летом у нас садик работает. Частные садики работают летом. Государственные не работают. Государственные перестают работать. Вот с сегодняшнего дня. Но летом занятий не бывают. Бывает все в игровой форме. Игры, в основном, бывают. Ну, как бы, цифры, буквы, там, их не учат летом. Вот, куда я сейчас топаю? Я сейчас прохожу мимо свекрови своей. Я иду в магазин Аюзбир за сосисками, которые любят мои дети. У нас там в одно время они продавались. Ой, рука болит. Но что-то сейчас нет. То продаются, то не продаются. А в Аюзбир они почти всегда бывают. Сейчас посмотрим, есть или нет. Сходила я в магазин, представляете. Нашла всего одну пачку сосисок. Одну пачку. Я ее, конечно, забрала. Вот. Здесь у нас по дороге в садик очередная кошка родила котят. Здесь я ее утром видела. Купила кошачий корм. А, вон она. И по дороге кормлю кошек. Вот такая банка, 400 грамм, стоит 20 лир. Я своему покупаю корм, который... Маленькая баночка, 85 грамм, стоит 10 лет. И то мой не жрет. Сейчас я тебя накормлю сонышком. Здесь как раз для нее одной осталось. Из серии «Не делай добра, не получишь зла». Вот, пожалуйста. Я возле ее домика на кулечек пыталась выложить вискос. И она меня поцарапала, думая, что я и хочу ее котяток тронуть. Или что, я не знаю. Когда уже я выложила все, она подошла поближе. Начала так жалобно мяукать. Мяук, мяук. Я говорю, зачем ты меня поцарапала? Мяук, мяук. Ну, уже, конечно, на меня не кидалась. Поняла, что я пришла с добрыми намерениями. А я еще собиралась в магазин зайти. Ну, уже куда? Буду сейчас корочку свою обрабатывать. Надеюсь, что ничего опасного. Итак, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас, точнее, я буду пылесосить абсолютно чистым пылесосом. Все пусто. Хочу посмотреть, сколько у меня вот здесь вот шерсти накопилось за два дня. Двое суток я здесь не пылесосила, потому что пылесос был мытый и сох. С виду, ну, вроде как, так, посмотрите, не грязно. Но это с виду. Будем пылесосить и посмотрим. Итак, я пропылесосила ковер. Теперь посмотрим. Открываю. Слушай. Ну, вот, смотрите. Это столько пылесоса, которая не видна нашему глазу. Видите, да? Такая грязюка. Вот она. Поэтому я не люблю, как бы чисто дома не было, чтобы дети лежали на полу. Я им постоянно показываю вот это, когда пылесос, что я говорю, видите, на полу пыль, грязь, микробы бывают. Но все равно забываются. Не люблю вот именно на коврах, чтобы лежали. А так, на линолеуме, пожалуйста. Его протерла и он как бы чистый. Пилав. Не вар? Пилав. Пилав вар, evet. Гüzel не? Бак, здесь дневерия сана, бак. Послан. Не о? Сарма. Сарма. Бегендиньми сармай? Сармай. Кокаманье, бакайим, гореим. Мои хорошие. Хочу ответить на один из постоянных вопросов, которые у меня бывают в комментариях, иногда и в личности. И это по поводу моего веса. Что я ем, на какой диете сижу и так далее. Ну, кто меня смотрит, давно знает, что ни на каких диетах я никогда не сидела и не сижу. Что ем я, что захочу и когда захочу. И как бы вот не поправляюсь. Волос поправляю, потому что здесь вот эта вот короткая меня бесит. У меня генетика такая. Но сказать, что я вообще не поправляюсь, тоже я не могу, потому что все-таки 10 лет назад я была с другим весом, а сейчас с другим. 10 лет назад у меня было 58-59 килограмм. И это считалось нормой. Это считалось нормой весом. Но я все время пыталась набрать вес, что только не делала. Я даже в тренажерный зал ходила качаться, пила там какие-то коктейли. Когда постоянно ходила в тренажерный зал и качалась, и пила вот эти коктейли. Соблюдала какой-то режим. Сразу после занятий в зале я шла, пару бананов съедала и так далее. Я набрала тогда, я помню, за месяц 2 килограмма или 3. Это было такое мое достижение. Спасибо тренеру Магомеду. Я его до сих пор помню. Очень порядочный, хороший человечек. Он вместе со мной так радовался, что у меня получилось набрать эти килограммы. Тогда это было где-то 61 килограмм, по-моему, у меня. Это считалось, что я поправилась. Сейчас я вешу 66,5-66. Бесит меня эти волосы. И у меня лишний вес. Я вижу этот лишний вес на своих боках. Мне нравится, когда я вешу 63-62. Где-то буквально 5-6 месяцев назад у меня был 61 килограмм. Это мало для меня. Я уже считаю, что это мало. В моем возрасте 61 килограмм. Но когда кости стали шире после родов, 61 килограмм. Это мало. Я кажусь очень худой. Ну, кому-то нравится. Например, в прошлом году летом я, по-моему, 61 вот так вот и весила. Кому интересно, можете посмотреть летнее видео. Я там где-то в купальнике мелькала. Я считаю, что 61 килограмм для меня сейчас это очень мало, что это очень-очень худая. Мне всегда, кстати, нравились женщины не худые, не худюшки, а такие, чтобы и ляшки были, и чуть-чуть животик был. Короче, женщины даже не в теле. Не полненькие. Полненькими тоже я не могу назвать. Ну, и не тарашки такие, не воблые, худые. Вот. Сейчас у меня лишние килограмм. Вот где-то пару килограмм у меня есть сейчас лишних. Это вот в области талии я предыдущих видео показывала. И вот где у меня шов после кесарева. Вот там тоже вот есть немножко жирок. Худею я очень быстро. Я не знаю. Я специально для этого ничего не делаю. Я худею и поправляюсь, худею и поправляюсь. Но вес больше, чем сейчас, у меня был только во время беременности. Вот. Полной я никогда не была. Если не считать время моей беременности. Вот меня бесит вот это вот. Видите? Питаюсь я всем, чем хочу. Булочки жирные, сладкие, печеные. Все я ем. Но у меня больше, чем вот сейчас отложено, не откладывается. И в любое время дня и ночи я ем, девочки. У всех вот как бы генетика и организм, он индивидуален. Поэтому то, что подходит мне, это не значит, что подойдет кому-то другому. Кому-то хватает просто посидеть рядом со сладким, да, или с жирной едой. И он уже там лишний килограмм набрал. Ну, мне нормально, я могу жрать как не в себя, как говорится. И ничего нигде не прибавляется. Вот так вот. Так что, девочки, никаких секретов у меня нет. Я всегда была дрещом худым. Я когда приезжаю домой на родину, там остались еще... У меня одежда какая-то осталась, которую я раньше носила. Кстати, у меня здесь тоже есть несколько вещей, с которыми я приехала сюда, когда замужем ходила. Что-то на меня, наверное, нализает, конечно, это зависит от фасона. Что-то, ну, сидит так смешно. Вот. И есть одежда, которую я раньше носила там. И она сидит на мне как-то странно сейчас. И есть платья, в которых я вот, я не знаю, я в прошлом году, когда там была, пару платьев моих надевала невестка. И я так смотрела, я говорю, неужели я была вот такая худая? Невестка у меня худющая. Мама говорит, да, ты была такая худая. Но со стороны мне тогда не казалось, что я очень худая. Мне казалось, что я, ну, нормальная, но просто несколько килограмм хотелось всегда набрать, потому что постоянно все говорят, ой, ты что такая худая, болеешь, проблемы у тебя, что случилось? Блин, и все время, все время помню, что только я не делала. Я даже помню, каждый вечер пила пиво со сметаной. Это такая мерзость, чтобы набрать вес. Какие-то пивные дрожжи были, шоколадки ела, какие-то всякие травы. О, боже, что только я не делала. Ни френа не помогала. Я начала поправляться после того, как я переехала в Турцию. Я набрала, у меня было 61 килограмм до родов. У меня было 61-62 килограмма до беременности. И это мой идеальный вес, 62 где-то. 62-63, сейчас я считаю мой идеальный вес, меня устраивает. Но на данный момент я вешу 66. Я вот утром взвесила 66-200, по-моему, где-то. Если сходить в туалет, то, наверное, 65. Не знаю, мне почему-то кажется, если я несколько дней посижу на диете, не на строгой диете, а поменьше хотя бы пожрать, то я спокойно скину ей пару килограмм. Но я не сижу, у меня нет такой цели. Я человек, который голодным спать никогда не ляжет. Я не смогу. Я посреди ночи встаю от того, что у меня животок просит кушать, и я как лунатик иду на кухню за ночным дожором. Это может быть в 2 часа ночи, это может быть и в 3 часа ночи. Как-то так вот. Поэтому ничего не делаю, мои хорошие. Я вот такая вот, как говорят, ведьма. Гончая порода. Всем хорошего настроения желаю. У меня сегодня хорошее настроение. Я сегодня навела дома порядок, как всегда. Есть у меня куча дел, которых нужно делать по мелочи, по мелочи. Но они не срочные, поэтому я себя не напрягаю. Всё. Пока-пока. Всех целую и любую. Идём с детской площадки. Дэвид! Дэвид! Возле дома же есть магазин, где мама хлеб покупает? Там куплю Айра. Что там, солнышко? Споткнулся? Ну чего, пойдём дальше. Пойдём, солнышко. Айра, подожди нас. Устал. Она не побежит на дорогу. Зейра!